МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На старт, внимание, без паники! Для 13 тысяч выпускников алтайских школ сегодня началась пора экзаменов. Второй сезон с неприятными насекомыми. Барнаул снова заполонили лесные клопы. Первый и самый крупный в России, когда и где в Алтайском крае появится геопарк. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте! Сегодня по всей стране стартовал основной этап единого государственного экзамена. В Алтайском крае выпускные испытания начались для 13 тысяч школьников. Полторы тысячи из них сегодня сдают информатику и географию. В целом ЕГЭ для каждого 11-классника это 5 предметов. Обязательные дисциплины, русский язык и математика. Еще три по выбору. Самый популярный и необязательный предмет среди алтайских школьников – общество знания. Его выбрали почти 7 тысяч учеников. Всего в крае сегодня открылись 96 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены металлодетекторами и видеокамерами. Трансляция ведется в режиме онлайн. За порядком на госэкзамене следят больше 2000 общественных наблюдателей. Как прошел первый день итоговой аттестации, расскажем в вечернем выпуске. Сегодня в России отмечают День пограничника. В этом году управлению ФСБ России исполняется 100 лет. По этому случаю в крае проведут митинги, уроки мужества, показ вооружения. Тему продолжит Ирина Корчагина. Для них границы родины священные, неприкосновенные. В России ежесуточно на службу заступает 11 тысяч пограничных нарядов. В Алтайском крае проживает более полутысячи ветеранов, которые служили на погранзаставе. И от того, как вместе с вами подготовим нашу смену, от того, кто придет служить здесь на границу или другие пограничные управления, зависит безопасность нашей Родины. В краевой столице в 11 утра на площади Победы прошел торжественный митинг с возложением венков к памятнику павших за Родину. В разных районах края сегодня пройдут митинги, концерты, уроки мужества, боевые расчеты, показ вооружения и техники. В селе Троицка откроют памятник пограничникам. А в Топчихе накануне прошло вручение тяжелых огненометных систем «Санцепек». В воинской части радиационной, химической и биологической защиты появилось 9 единиц мощной техники. Подробнее об учениях и праздновании Дня пограничника расскажем в вечернем выпуске. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. Крупные порывы теплосетей в Барнауле могли оставить зимой без тепла жителей более 550 домов. Это подтвердили повреждения, которые уже выявлены в ходе гидравлических испытаний по контуру ТЭД-стрим. Накануне специалисты сибирской генерирующей компании во время пресс-конференции рассказали журналистам о необходимости проведения прессовки и объяснили, почему в городе бьют фонтаны. 1300 километров тепловых сетей. Много лет они были в руках разных собственников или вовсе оставались без хозяина. Сибирская генерирующая компания сейчас эксплуатирует 80% сетей ежегодно, добавляя на баланс еще по 20 километров бесхозных. В каком состоянии трубы, заложенные под землю несколько десятков лет назад, не берется сказать никто. Ежегодно в Барнауле происходит до 400 коммунальных аварий. Зимой примерно 7 в сутки. Вот город спокойно спит, в морозы, в лютые, там это тепло. Вот Сан Саныч не спит. Он знает, что один из семи, ну это среднестатистическое, да, один из семи инцидентов в сутки по закону подлости он происходит в основном ночью. Профилактика лучше, чем лечение. Сейчас в Барнауле гидравлические испытания идут по контуру ТЭЦ-3. Воду температурой не выше 40 градусов подают в трубы под высоким давлением и там, где тонко рвется. Уже обнаружено 170 повреждений, в семи случаях довольно серьезные. Вот картина лишь одного порыва. Если бы это произошло зимой, то мы получили бы 235 жилых домов, 24 детских садиков и 15 шков. 300 градусов на мороз. Вот что было бы тогда. Современные способы изучить состояние сетей, говорят специалисты, есть. Например, робот. Он идет по пустой сети, осматривает ее как томограф. Технология дорогая, применяется крайне редко и только на больших магистралях. Да и срок, на который отключается горячая вода, не меньше. Выход один – использовать проверенный метод. Но неожиданности не избежать. Сначала опрессовки в Барнауле под фонтан попала пожилая женщина, а на прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. К сожалению, вот этих инцидентов, вот таких случаев нам не удается избежать. Мы свою вину признаем, ответственность, не вину, так сказать, ответственность за случившееся. И, соответственно, всемирную поддержку этим людям окажем для их скорейшего выздоровления. Рвутся не только старые сети, оценивают специалисты. Здесь, как в организме человека, не знаешь, что и когда заболит. Поэтому гидравлические испытания проводить будут. В прошлом году только по контуру ТЭЦ-3 было выявлено 220 повреждений. В этом ждут не меньше. А опрессовка продолжается. Евгения Даровская, Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Полчища клопов атаковали Барнаул за несколько дней. В глобальной сети появилась масса сообщений и снимков о том, что город переживает весенний набег насекомых. Подробнее об этом не только смотрите в обзоре сибирской медиагруппы. Открыли сезон. Речь идет о новом нашествии клопов на столицу края. Статья вышла на портале Политсибру. Тысяча мелких насекомых облепили окна горожан. Так целую стаю заметили в одном из спальных районов города, о чем жители тут же поспешили поделиться в соцсетях. Сразу после отзыва к нему присоединились десятки барнаульцев, которые также сообщили о нашествии клопов на их дома. Точно такой же натиск клопов Барнаул пережил в прошлом году. Повышенный ранг. В Барнауле загорелся один из крупных торговых центров. Подробности узнали сотрудники аргументов и фактов на Алтае. Тушить огонь приехали 18 машин и 49 пожарных. Очаг нашли быстро под облицовочной плитой с наружной стороны. Потушили за считанные минуты. Пострадавших нет, погибших тоже. Причину возгорания предстоит выяснить. В момент ЧП сотрудники весны эвакуировали из здания всех покупателей. После мол возобновил работу. Понарастающий барьерист Сергей Шубенков поднялся на вторую ступень пьедестала в американском Юджине, где завершились коммерческие старты. Об этом пишут наши корреспонденты из издания «Комсомольская правда» на Алтае. В беге на 110 метров с барьерами Барнаулец показал результат в 13,08 секунды. Быстрее Сергея вновь был ямаец Амар Маклеот. Эти старты на этапе «Бриллиантовая лига» для Шубенкова стали вторыми в новом сезоне. Тогда легкоатлет занял третью позицию. Кирилл Политов, наши новости. Первый в России геопарк может появиться в районе Белокурихи-2. Уже в этом году инициаторы создания проекта представили результаты первых исследований территории, которые придадут статус особо охраняемой. Ее даже включат в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам инвесторов, проект геопарк – это новый познавательный маршрут для туристов. Он посвящен геологической и рудной истории Алтайских гор. Намечена уже его первая нитка. Стартовав на серпантине Белокурихи-2, туристы пройдут вглубь Алтайских гор. Следующий – показать интересные каменные извояния. Потом, где была добыча в рудник, где вольфрамовый рудник. Потом, где была добыча золота, где была добыча берила. Понимаете, вот несколько таких моментов, которые будут интересны. Где могут быть какие-то образцы получены. И это все должно закончиться в геологическом музее. По словам инициаторов проекта «Изыскание», которые позволят выявить наиболее интересные точки, продлятся до начала следующего года. Подробнее о Балтайском геопарке в нашем вечернем выпуске. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. В крае переменная облачность, временами дождь. В Бийске и Заринске до 15. Тепла в Алейске, Рубцовске и Славгороде – 18. В Ишнале, Белокурихе – 17. В Барнауле дождь, ветер южный, временами порывистый. Днем – 16. Со знаком «плюс». Телефон редакции в Барнауле – 722-440. И это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова